Субтитры делал DimaTorzok Скажи, привет, красотки! Девочки, сегодня у нас уникальное видео, потому что идея такого видео мне пришла год назад, но как-то никак не получалось ее воплотить адекватно. Как вы уже поняли по названию, сегодня мы будем 24 часа с Евой одни, и мы будем показывать эти наши 24 часа. Это вот из тех, знаете, времен, когда были вот эти ролики, 24 часа в Икеа, или там, не знаю, 24 часа, ем только оранжевое. Вот тогда мне пришла идея снять 24 часа с Евой. Именно как у нас проходит такой семейный, я бы даже сказала, больше мамский день. Сегодня наш папа уехал в деревню. Скорее, можно сказать, я его отправила туда, ладно. Потому что мне уже дико хотелось снять такое видео. Сегодня я не буду абсолютно заниматься своими там делами, какими-то проектами, монтажом. Ой, я нашла игрушку. Я искала, вообще-то, резинку себе. Новая. Новая, ну, можно сказать, новая. Все забытое старое, это как новая, правильно? Папа. Да. На самом деле у нас время от времени случаются такие дни, когда Денис, например, весь день работает, а моя мама по каким-то причинам остается, например, в Тагиле. И мы с Евой реально очень весело проводим такой день. Надеюсь, сегодня тоже будет так. Кстати, первым делом, после пробуждения мы в последнее время вот эту штуку заполняем. Ну, точнее, играем в нее. Ух ты, что нашла! Это что? Рисовать. Рисовать. Мы с тобой сегодня будем рисовать? Будет как тетч. И птица. Веселиться? Да. Веселиться мы сегодня будем. И папкой шевелит. Ну, короче, видео классное получится, вы понимаете, да? Мы сегодня будем рисовать, да, Евочка? Будем. Какое время суток, Ева, сейчас? Куда стрелочку мы будем наводить? День? Да. Ну, сейчас же еще рано. Вот смотри, где ты видишь солнышко совсем немножко? На какой картинке солнышко немножко? Нет, это много солнышка. Вот здесь солнышко много, а вот здесь солнышко немного. Да, сейчас как раз такое время, сейчас утро. Какая погода? Три. Три? Да. Погода три? Да. А это дождь? Дождь. Но за окном солнышко? Кап. Где капает, Ева? Сегодня нет, сегодня такой хороший солнечный день. Ура, молодец. А покажи, Ева, какое сегодня время года? Арбуз. Арбуз. Арбуз осенью мы едим. Яблоко. Яблоко. Груса. На картинке вот на этой, где цветочки? Вот, туда стрелочку сделай. Мама. Это цветочек мама. У Евы почему-то везде, где что-то больше, это мама. Даже цветочек. Мама. Мама. Вообще, первым делом я ей пообещала еще вчера вскрыть коробку. Одну. Нам посылка пришла, Ева, помнишь? Уже не очень. Так что мы сейчас после умывания первым делом пойдем открывать коробку. Клапку. Новую. Новую. Чистую. Вот это чистая, да? Да. Такова жизнь. Ева, скажи, сэ ля ви. Си-си. Ау. Иди. Иди ты сюда. Да. Это у нас любимое дело. Надеть сандали, шляпу и так ходить по дому. Ева как бы намекает, пора на море. И Еве. И Еве можно, да. Соль. Это большое. Можете. Вы за это видео познакомитесь, наверное, со всем словарным запасом Евы. Он сейчас такой большой, и каждый день он пополняется. Ну что, пойдем коробку вскрывать? Да. Детская рабочая сила. Как вы видите, посылка у нас с сайта iHerb. Ножницами. Я думаю, про iHerb вы все прекрасно знаете. И это видео я снимаю с ними в коллаборации. Там мы заказываем то, что сложно найти в наших привычных магазинах. Выбор у них просто огромный. Более 30 тысяч натуральных товаров. Так что будем сейчас открывать по одному продукту. Ева, убирай бумагу. И начали мы с печенья, конечно же, потому что Ева начала распаковку. Поэтому придется сейчас открыть одну, ладно? Одну. Честно, я их заказываю впервые. Просто нашла с хорошим составом и решила попробовать. Вот такие упаковочки. Так здорово, что сейчас много продуктов, которые делают вкусно, но при этом не запихивают в состав кучу всего. Вкусное печенье? Да. Дай попробовать. Пожалуйста, девочка. Мам. Да. Вкуснее вам. Витамины D3 совместно с К2. О, это шампунь, который был с обалденно крутыми отзывами. Без сульфатов, без парабенов. Но сейчас, как вы понимаете, я им буду пользоваться не очень часто. Еще две недельки мне отходить с этими косичками. Ева! Оно. Слушайте, как уговаривает одну печеньку. Не Ева, мы поели уже печенье. Мы же еще завтракать собрались. Мама. Лучше водичку попей. Когда я расплюту косички, ждите в сторис моего обзора, потому что мне самой очень интересно. Реально были космические отзывы. И, кстати, витамин D для Евы, капли, я тоже заказываю на iHerb, только там находила. Настолько классные. Абсолютно безвкусные. Они как водичка, и Ева спокойно их ест. О, а это зубные пасты. Зубные пасты, знаете, с чем в составе? Чистить зубки. Сегодня после завтрака попробуем пасты, ладно? Попробуем. Но это только, правда, не для детей. Это для... Мамины. 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 Ага. А это что у тебя, покажи? Это макарошки. Кокруки. Макарошки цельнозерновые из кино. Вот это я вообще впервые пробую, вижу. Кокруки. Мы сегодня на обед сварим их, ладно? Варим. Косу. Ух ты, какая текстура. Давай отсюда чуть-чуть возьми пальчиком. Крем какой-то тоже очень хороший по отзывам был. Вы, как заметили, я очень часто пользуюсь отзывами, потому что... А как еще знакомиться с новыми продуктами? Как не по отзывам? Миндальное масло для всего тела. У меня как раз сейчас масло мое кокосовое уже заканчивается. И сегодня после вечерней ванны будем на себя намазывать. И у нас тут осталось немножко совсем. Также связано с едой. Это такие кубики в бульон для супа. Здесь 8 веганских кубиков. Это овощной бульон и разные специи. Прикольно, попробуем. Кстати, знаете, что я только что заметила, что классно? Что все продукты упакованы адекватно. Потому что иногда, как закажешь откуда-нибудь, они там вот такую вот одну штучку обернут скотчем, обернут еще полиэтиленовой какой-нибудь штукой. Еще сверху бумагой и еще что-нибудь приклеют. И ты думаешь, зачем? Здесь, по сути, была только вот бумага и все. Кстати, да, последний продукт это пластыри на прыщи. Интересно, кто пользовался этими пластырями? Напишите ваши отзывы. У меня сейчас, к счастью, высыпаний прямо нет. Каких-то открытых. Но мне кажется, в нужный день они меня спасут. Просто нужно точечно наклеить на прыщи. И они будут заживляться. И ты не будешь их трогать, что тоже, кстати, очень важно. Ну все. Ева, ты уже голодная, да? Мы пойдем готовить смузи. Ссылки на все продукты, которые я заказала, будут в описании. И тут минуточку внимания, пожалуйста. Потому что для моих красоток я выпросила слез на самый большой промокод, который iHerb может дать. Это 20%. Такого большого промокода для инфлюенсеров iHerb еще не делал никогда. Зацените уникальность ситуации. Промокод PASNOVA. Он же будет в описании. А мы пойдем готовить завтрак. Ты можешь целиком вот так просто бросить. Ручками? И вот так. Пачка гранолы у нас сюда уходит. Молодец. Еще, 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 еще. Кешью паста. Курбеч из кешью. Ням-ням. Кешью. Ням-ням. Ням-ням. Ням-ням-ням. Ты хочешь так? Можно еще добавить, конечно, протеина, если бы я делала не с Евой. Я бы добавила еще протеина. И Деда Мороза открываем нашу. Ева, что здесь? Что? Что это? Кля. Конопля. И сейчас. Урбить хочешь? Да. Хорошо. Сейчас мы всю эту прекрасную смесь заливаем овсяным молоком. О, как много. Теперь будем делать джик-джик. Я же говорю, это самый быстрый в мире завтрак. Тин-тин. Тин-тин. Давай, держи. Аккуратнее, это ладно? Тин-тин. Вкусняшка? Если я выпью два вот таких стакана, а примерно так и получается, я не хочу есть часа три с половиной. Маме. Ой, 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 ой. Переливай, мама. Сейчас тебе дам тряпочку, ты снова его уберешь, ладно? Выбирай одну. Хорошо. Выдави мамину щетку, пожалуйста. Будем тестировать. Мамина. Сейчас ела. А вот там все осталось на зубках, надо это убрать. Вот там, далеко. И вот так скажи. Молодец. Смотри, это все семечки. Видишь? Есть. Да, хорошо, что почистили, да? Паста такая, знаете, нейтральная. Потому что иногда бывают такие ядерные пасты, что аж все разъедает, и мне через 10 секунд уже хочется все сплюнуть. Это такая нейтральная, но при этом мятная. Ну, мы погнали одеваться. Собираться. Собираться. Поботься. Помните, я на год Евы снимала видео о макияже с годовалым ребенком? Так много всего изменилось. Просто насколько стало легче делать все вообще, в том числе и наносить макияж. Еще легче, кстати, стало, потому что я сделала брови, наверное. И делаю наращивание ресниц классиком. Поэтому, в принципе, мне нужно только прокрашивать нижние ресницы. Иногда я наношу тон. Я, кстати, думаю, купить Еве какую-нибудь косметику детскую вообще существует. Такое, типа, может быть, даже а-ля косметика. Чтобы, когда я красилась, ей же тоже хочется что-то мазюкать. Вот она пока что берет мои там тени. Минеральную пудру, чтобы не блестеть. Немного бронзера. Ходится матом, играет, прыгает, бегает. Немного румяна. Брови я просто расчесываю. И тушь на нижние ресницы. И мы готовы покорять этот мир. Сегодня я запланировала поехать в игровой такой комплекс. У нас большой есть в Екатеринбурге. Там, помимо батутов, еще всякие детские приколюхи есть. Надо как-то успеть до Евиного сна. Это погремушка. И до туда еще ехать минут 15 на такси. Маленькая школьница. У нас сегодня плюс 15 градусов. Вчера было 2. Позавчера 25. Урал. Муха. Где муха? Муха улетела. Улетела? Да. Будешь наклейки клеить? Да. Улетела мяу? Мяу. Ты любишь мяу? Да. Смотри, Ева, я начала. А ты закончи. Приклей. Ура. Для 5. Ева, папа привет передает? Я делаю. У вас запиши, ну, видео небольшое. Да. Скажи привет. Привет. Куда едешь? Тут еду. Еду, еду. Еду, еду. Пока, пока, скажи. Целую. Целую. Муа. Муа. Какая прикольная зона. Главное, Еву не потерять. Это такая горка. Я вам скажу уголок. Мама. Не бойся, я с тобой. Вау, какие штуки крутые. Я не понимаю еще, что это, но это очень классно выглядит. Хитренькая засела, чтобы я ее везла. Мама. 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 Титя, ты нашла Титю даже здесь. Ну что, мы уже дома и пирожок, конечно, уже спит. Немного сегодня сдвинулся наш сон дневной, потому что уйти оттуда было очень сложно, но очень классно. Мне понравилось. Так как у нас с вами мамское видео, супер мамское, я бы сказала, ответить на мамские вопросы, пока Ева спит. Я, правда, сначала подумала тоже прикормлюсь с ней, потому что я что-то тоже умоталась, но минут 20 я полежала и все. Вроде бодра, весело уже. Я подготовила несколько вопросов. Точнее, это те вопросы, которые вы мне задавали. Вечный вопрос, который не прекращается из года в год. Как дела с ГВ? Когда планируете отлучать? В общем, скажу кратко. Я не знаю. Дела у нас такие, что Ева ночь спит грудью. В течение дня она вообще о ней не вспоминает. Только если, знаете, я пришла, она меня не видела, часов пять, например. Она как бы с радостью такая, ааа, мама, титя. Но не так, что это уже какая-то необходимая мера. Это просто как контакт мамы с ребенком. Мне самой приятно, например, после встречи обняться и покормить. Это прям такое таинство, не знаю. И вот, наверное, из-за этого в первую очередь я не вижу пока, что причин заканчивают, то есть мне это в кайф. Мне кажется, что у нас как-то само это уйдет, ну или я сведу к минимуму к двум с половиной где-то годам. К этой же теме меня часто задают вопросы, как ты думаешь, связано ли то, что Ева ни разу еще не болела, с тем, что она на ГВ? Я не знаю тоже, и никто вам не может это сказать. То есть, да, на грудном скармливании невероятно мама защищает своим иммунитетом, антителами ребеночка. Это 100% доказано, в этом мы можем быть уверены. Но просто у этой теории есть крайности, что получается те, кто не кормит маму, которые не кормят, они впадают в чувство вины, типа, ой, я не кормила, не докормила, не додала. И я не хочу рождать это чувство у матерей, поэтому я как бы говорю просто за себя, за свой опыт, и я не знаю, как было бы. Мне нравится осознавать тот факт, что я делаю Еву здоровее, кормя ее грудью. Такие дела. Как приучили Еву к горшку и когда? Специально мы не ставили себе цель научить Еву ходить на горшок. Вообще, горшок появился как игрушка у нас фактически ближе к году, и просто Ева с ним познакомилась. Ну, так все рекомендуют начинать, типа, просто поставить его, чтобы она его не боялась, да, чтобы это не был каким-то неизведанным предметом ровно в полтора года. Такой, на, держи горшок, еще и ты мне его должен теперь писать. Первое время, конечно, она просто в него складывала игрушки. Позже начали предлагать высаживание до прогулки, после прогулки, до сна, после сна. И то не мандражно, не судорожно, чтобы я там стояла с тазиком или с чем-то. Это просто как-то лайтово, знаете. И как-то у нас мягко само получилось, что она полюбила горшок. Когда она первый раз сходила на горшок, мы, конечно, сильно ее похвалили, что вот она молодец. Теперь она почти как мама с папой, только мама с папой ходит на унитаз, а она пока на горшочек. Ну, в общем, ей вот это ощущение эмоциональное, принятие и радости закрепило то, что ходить на горшок это классно. Интересный вопрос. Мне, знаете, очень нравится такой термин, я не помню, в какой книге я его прочитала. Достаточно хорошая мать. То есть не пытаться быть идеальной, потому что, а, это невозможно, все равно кто-нибудь к тебе обязательно подойдет и скажет, нет, вот это ты делаешь не так, а я вот делаю лучше. И, б, можно себя довести до белого коленя, пытаясь соответствовать каким-то идеалам. Ну, на самом деле, вот эти правила, условно говоря, правила в отношении с собой и с окружающими, да, вот это выставление границ и бла-бла-бла, оно в материнстве работает точно так же, как и просто в жизни, даже если у вас нет детей. То есть если я в жизни до рождения ребенка могла постоять, условно говоря, за себя, если кто-то нарушал мои границы, я могла их правильно расставить. И если я самодостаточно уверена в себе, в том, что я делаю, не сравниваю себя с другими, не стремлюсь к каким-то идеалам. То есть видите, да, наблюдаете одно и то же, просто в отношении с самой собой, то то же самое не будет проявляться и в материнстве. То есть откуда этому взяться? У меня с этим проблем, я считаю, нет. Я не пытаюсь как бы дотянуть до какой-то планки и в то же время делаю все возможное, что я могу. То есть для кого-то мое материнство будет, о, классно, там, типа она молодец, а для кого-то вообще нет. Невозможно всем соответствовать. И нужно просто как-то для себя понять, для себя осознать, что тебе важно, не чтобы кто-то о тебе что-то там подумал, не чтобы кому-то соответствовать, а чтобы было комфортно внутри твоей семьи всем. Это, мне кажется, самое главное. Поэтому плохой мамой я себе не считаю и идеально я себе не считаю. Я просто хорошая, достаточно хорошая мама. Книга по материнству, которая тебе зашла и которая тебе не зашла. Если по одной книге, та, которая мне зашла 100%, это Людмила Петрановская «Тайная опора». Если вы ее вдруг читали, то это Юлия Гиппенрейтер. Самая важная или самая главная книга для родителей, как-то так называется. «Воспитание сердцем». Ну, в общем, вот такой контент. А если книга, которая мне не зашла... Кстати, всего одна была такая книга, потому что остальные я как-то по похожим выбирала. То есть, понимаете, да, например, я Петрановскую почитала, поняла, что, блин, вот это прям мое мне заходит. И я начала читать ее книги, другие ее работы. И мне уже там приложение, например, для чтения начало подсказывать похожее. Но книга, которая мне не зашла, это была самая первая книга, когда я еще даже не была беременна, но я думала в принципе о том, что вот когда-то я буду беременна. Я прям помню, мы еще жили в прошлой квартире, и это было время за месяц до свадьбы, наверное. То есть, мы уже подумывали, что мы хотим иметь детей. Я помню, что эта книга была в топах. То есть, я прям подумала, ну, блин, наверное, классная книга. Короче, как называется книга, французские дети не плюются едой. Вот. Мне она не зашла. Вообще. Это не мой способ воспитания, это не мой подход к жизни ребенка и к своему. Формат, типа, проорется в кроватке, потому что не надо потакать его желанием, когда ребенку три месяца, например. Ну и, короче, много там было моментов. Я поняла, что и такое бывает в топе, и такое бывает популярно сейчас. И, как бы, окей. Ну, то есть, на каждого покупателя свой товар. Пирожок проснулся и сразу сказал, краски. Надо открыть? Да. Мама сильная, да? Сильная. Мама откроет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делала Ева, пока мама делала обед? Устраивала показ мод. Очень красиво. Я хочу Еву отдать в танце, если ей понравится. Я думаю, ей очень понравится. Такой вот у нас обед. Это суп-пюре из красной чечевицы, цветной капусты, кубика вот этого овощного и кешью. Макароны из кинуа. Цыпу! Принеси цыпу, Евочка. Посмотрите, как они увеличились в размере. Обалдеть, такие маленькие были. И просто нарезанная авокадо, помидорки. Приятного аппетита и пойдем гулять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тут осознала, что я сегодня еще не пила кофе. Ты ждешь свою печеньку? А я жду кофе. А потом пойдем кря-кря кормить уточек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кстати, с Евой в стиле фиолетовый, фиолетовый, розовый, розовый, белый, белый, белый. Йоу. Фиолетовый еще даже здесь. Это не специально, да? Нет. Давай играть в нашу игру вот эту. Один, два, еще ручка одна. Три. Ура! Ура! Мы с папой обычно так делаем. Все шесть рук кладем и шесть ног. Один, два, три. Ура! Очень много людей сегодня. Очень много людей гуляет. Мы принесли гречку. Если они голодные, они скушают. Так, здесь красиво у нас. На закате особенно. Просто радость жизни. Пришла человечка. Весна. Прям в каком-то фильме как будто. Никакие качельки ребенку не нужны. Просто гуляет себе среди деревьев. Мне с меня научил такой штуки. Берете иголочку, сгибаете ее пополам. Между пальцами растираете. И вдыхаете. Это прям эфирное масло. Ну что, идем домой? Нет, как нет. Окупаться. Я тоже не хочу на самом деле. Но надо купаться. Прибираться. Мама, давай проверим. Если там что-то еще. Вот еще носочек нашелся. Смотри. Доставай. Нет. Больше ничего нету. Клади. Я понимаю, это выглядит максимально странно. Не в купальниках у тебя в ванной. Но раз уж я показываю все 24 часа. И в них входит купание. Представьте, что мы в мини-бассейне. Скажите мне, я одна все время в ванну беру какую-нибудь вкусняху обязательно. Ну типа, если я иду не в душ, а прям в ванну полежать. Я всегда намываю фрукты, чай. Иногда даже здесь я чищу зубы. То есть, как бы, знаете, полноценно. Не вылезая просто из этой комфортной коморочки. Мы помыли голубику. А там сейчас стоит йогурт. Ой-ой-ой. Собирай ягодки. И да, вот так прекрасно выглядит моя прическа. На самом деле, когда я делаю такое гнездо, мои головы становятся настолько тяжелые, что если я вдруг наклоняюсь налево, то можно упасть. В йогурт я добавила семян. Че. Сейчас они немножечко разбухнут. Хотя бы за 10 минут. Ты все съела? Да. И маме не оставила. Ты мой сладкий гномик. Буду есть йогурт. Вообще так быстро день пронесся. Наверное, потому что я все это снимаю. Ира, не пей эту водичку. Мы с собой взяли питьевую воду. Вот питьевая вода. Если хочешь пить, держи. Я даже с солью иногда с левой в ванной сижу. Немного добавляю. Кстати, есть детская морская соль для ванны. Но она какая-то прям супер нежная вроде. Тоже нахер видела, но почему-то в этот раз не заказала. Каждый раз, когда я что-то заказываю онлайн, я говорю такое огромное спасибо тем, кто это придумал. Это же так гениально. Вот я серьезно уже практически ничего не покупаю офлайн. То есть здесь много факторов сложилось. Пандемия, да, очень сильно на это повлияла. Год назад все просто открыли для себя онлайн шоппинг. Если ранее не открыли, то уж год назад точно. Более того, когда это еще и выгоднее получается. Ну, а чаще всего это выгоднее. Но мне кайфово, что я не трачу время и физически не хожу вот по этим магазинам. А если мы говорим про iHerb, то там вообще три зайца одним махом. Потому что там еще товары такие уникальные. То есть ты их даже если захочешь, не найдешь у нас в магазинах. Пену, пену, пену. Еще. Еще надо пену? Да. Так у нас тогда весь бутылек уйдет. Кстати, для тех, кто еще сомневается и побаивается онлайн заказов. На iHerb служба поддержки работает 24 часа. Так что в случае возникновения любых вопросов вы сможете к ним обратиться. При том, что служба поддержки это отвечает аж на 10 языках. А про доставку, вот у меня еще был такой пункт сомнения, что доставка, возможно, слишком долгая, потому что все-таки доставляется издалека. Но нет, очень оперативно все пришло. И доставка осуществляется в 170 стран мира. Опа. Какая у тебя прическа классная. Давай быстро тебе зубки почистить без пальца. Кусочки йогурта уберем. Это слишком мило, слишком мило. И после ванны самое то, протестировать масло миндаля. Пишут, что оно быстро впитывается и жирных следов не оставляет. Девочки, вы делаете себе самомассаж? Мне кажется, после родов я научилась себе делать лучше всех массаж. Именно сразу там, где мне это надо. Буквально вот минута, и уже вообще другие ощущения в теле. Вот так пахла новорожденная Ева. И у меня до сих пор такая ностальгия, когда я нюхаю этот лосьон. Когда она родилась, единственное, чем мы ее иногда мазали, пяточки там, по-моему, или попку, вот этим лосьоном. Сразу окунаясь в тот период. А, заканчивается. Ну, скажи, мне приятно. Нет. Привет! Привет! Ева, ты соскучилась по папе? Да. Да. Я тоже. А расскажи, что ты сегодня делала? Чеки. Да, еще. Прыгала. Прыгала. Ой, класс. Вот так вот. Как как соки. Спокойной ночи. Соки. Доброе утро. Следующего дня. Так как у нас с вами 24 часа, заканчивать в этот раз видео мы будем не ночью, а утром. Потому что как раз сейчас ровно 24 часа, как мы снимаем этот влог. Огромный влог. А что тебе приснилось? Парень. Кто? Купаться. Купаться? Да. Приснилась в ванна? Да. Единственное, я проснулась с немного заложенным носом, потому что на ночь забыла включить увлажнитель. Обычно это делает Денис. Вот его нет, и сразу я забыла. Реально, увлажнитель это прям тема. Хотя вот сейчас вроде отопления как такового нет. И не понимаю, почему воздух сухой. Ева просыпалась всего раз за ночь подкормиться. Сложно это назвать просыпанием. Она не бодрствует, конечно, не встает там, не начинает ползать. А просто кряхчит немножко такая, и все, с грудью сразу засыпает. Мы будем начинать новый день. Ой, Ева, что ты нажимаешь? Кстати, крем, вчера, который я нанесла впервые, очень понравился мне. На сегодняшнее утро прям такое увлажненное лицо и без жирного блеска. Пока я не захватила это видео, надо сказать, не забывайте подписываться на мой инстаграм, а также заглядывайте в описание, там мой промокод для iHerb и ссылки на все продукты, которые я показывала в этом видео. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok